Всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. Приближается лето, значит и время отпусков. И если год назад мы с вами только могли мечтать о путешествиях, то сейчас это вполне реально. Открываются границы, и мы наконец-то можем спланировать наш долгожданный отпуск. И вот сегодня, друзья, мы поговорим о том, как путешествовать за границу и по России. Ну и также выясним, как можно сэкономить и не испортить себе отдых. Поехали! Для начала, друзья, давайте посмотрим, какие вообще страны сейчас доступны для русских туристов, потому что доступны далеко не все. По состоянию на 20 мая для российских туристов открыты более 50 стран, но при этом прямые туристические перелеты есть только в 15 из них. То есть в остальные страны мы попасть можем, но только с пересадкой или через территорию другой страны. Ну а список стран, куда летают чартеры с туристами, еще меньше. Это Кипр, УАЭ, Мальдивы, Куба, Армения, Сербия, Сейшелы, Тунис и Египет. Хорошо, с открытыми странами разобрались. Теперь, что требуется, чтобы их посетить? Во-первых, это справка о ПЦР-тесте, который был сделан не более 72 часов назад. Некоторые государства еще требуют страховку от ковида, справку о вакцинации или справку о наличии антител. Нужно понимать, что тесты платные. Вам необходимо будет это учитывать при планировании бюджета на путешествие. Сейчас цены на ПЦР-тест начинаются от 1500 рублей. И понимаем, что по ОМС тест сделать не получится, потому что сроки ограничены, и вы просто не успеете его вовремя получить. При этом при возвращении в Россию туристы обязаны сдать 2 ПЦР-теста в течение 5 суток. Их можно сдать бесплатно, при этом в поликлинике. Хорошо, теперь давайте разберем, как вписать туристические расходы в рамки личного или семейного бюджета. И сделаем это на примере двух вариантов. Это покупка тура через агентство и это самостоятельное путешествие. Итак, друзья, давайте мы начнем с покупки тура через агентство. Как тут можно сэкономить? Некоторые все еще действуют по старинке, то есть идут в агентство и вместе с менеджером выбирают тур. Вот по статистике за 2018-2019 годы так поступает каждый третий россиянин. Давайте расскажу, как можно уменьшить стоимость тура при покупке через агентство. И первый совет тут – тур стоит покупать заранее. В условиях пандемии это рискованно, но вообще лучше бронировать за 2-3 месяца. Это не только экономия до 50%, но это и более широкий выбор отелей. Только обязательно узнайте про условия возврата средств или замены тура, если потребуется. Второй – оплачивать банковской картой с кэшбэком или с начислением миль, которые, соответственно, потом можно использовать при покупке авиабилетов или получении доп. услуг в полете. Но выгода с милями работает только при самостоятельной покупке тура у партнеров авиакомпаний или банка, картой которого вы, соответственно, оплачиваете. Ну вот, к примеру, мили аэрофлота можно получить, покупая тур у 7 туристических порталов. И обратите внимание на большой список слева – это партнеры по начислению миль в других сферах. Мили можно получить при аренде автомобиля, покупке техники, одежды для всей семьи и при походах в ресторан. Список разнообразный, и каждый может найти категорию на свой вкус. Окей, едем дальше. Обязательно имейте в виду, что туры дорожают в течение дня и особенно вечером. Тур-оператор в течение дня пересматривает стоимости, цены растут при большом количестве просмотров и бронировании туров. Поэтому, если цена вас устраивает, лучше брать сразу. Но не забывайте также про горящие и отказные туры. Экономия по ним может достигать от 50 до 90%. Но проблема в том, что они появляются всего за пару дней до вылета. И чтобы воспользоваться таким предложением, нужно быть уже готовым к поездке. Еще один совет – можно отправляться в путешествие из крупных городов и также в начале или в конце сезона. Обычно дешевле летать из Москвы, но в сегодняшних условиях это не всегда так работает. И отдельно скажу про безопасность. Перед оплатой тура обязательно проверьте, есть ли у агентства договор с тур-оператором. Для этого нужно зайти на сайт объединения «Турпомощь» и в разделе «Туристам» найти в базе данных сначала тур-оператора, а потом и агентства. Теперь, друзья, давайте разберем более смелый вариант путешествия. Это самостоятельный отдых и, соответственно, мы сами покупаем авиабилеты и сами бронируем отель. Самостоятельное путешествие – это хороший способ экономии, не в ущерб себе. Чаще всего самостоятельно бронируют билеты и арендуют жилье в основном люди молодого или среднего возраста, которые готовы заморочиться. Итак, из каких статей расходов вкладывается бюджет самостоятельных путешественников и можно ли их уменьшить? Давайте порассуждаем. Первая статья – это, понятно, перелет. Что у нас тут? Билеты лучше искать самим на сайтах-агрегаторах или на сайтах авиакомпаний. В том числе, конечно же, помним про лоукостеры и малоизвестных перевозчиков. У лоукостеров есть, конечно, свои минусы, но их можно компенсировать, если мы просто подобрали правильный тариф. Вот пару расчетов стоимости билетов. Перелет с багажом из Екатеринбурга в Анталию через Turkish Airlines в июне обойдется сейчас в 25 тысяч рублей за одного пассажира. А вот в другой турецкой авиакомпании Carendon Airlines, которая летает только из столицы Урала, аналогичный билет стоит уже на целых 10 тысяч дешевле. Всего лишь 14 300 рублей. А вот пример с лоукостерами. Смотрите, мы видим, что рейс из Москвы в Дубай у авиакомпании Победа стоит 9 500 рублей в одну сторону на одного пассажира. Немного дороже оказался лоукостер Fly Dubai. Этот же билет, только с небольшим сдвигом по дате, получился чуть более 22 тысяч рублей в одну сторону. Это дороже Победы более чем, ну, соответственно, в два раза. Очень даже существенно. Еще один лайфхак. При покупке билета используйте мили или бонусы по программе лояльности. Ну вот, например, за мили Аэрофлота можно купить билет или повысить класс обслуживания полета. Это, кстати, является таким приятным бонусом. При этом для накопления мили абсолютно не обязательно часто летать. У авиакомпании есть много партнеров в самых разных сферах, поэтому проверяйте. Партнеров Аэрофлота мы уже показывали, а теперь другая компания – Урал Airlines. У них тоже много разных партнеров, и можно найти подходящего для себя. Банки, такси, интернет-магазины и так далее. Здесь главное просто интересоваться. Хорошо, на что еще нам стоит обратить внимание? Тут важно поговорить про выбор даты и маршрута с наименьшей ценой билета. То есть покупаем билеты днем или рано утром, и также в идеале с вылетом во вторник, среду или четверг. Ночные и вечерние рейсы дешевле, билеты сразу в оба конца тоже выгоднее. Но при этом учитывайте время прилета, потому что за гостиницу вы платите обычно с 12 часов дня. Ну и на море хочется успеть. Ну, аналогично также и со временем вылета. Для проверки мы сравнили стоимость билетов в Сочи из Москвы на один и тот же день и рейс в разное время суток. Мы взяли рейс в один день ночью в 24 и днем в 12 по Москве. Получилось, что дневной рейс вышел на 400 рублей дешевле. Ну, не то чтобы это сильно много, но тем не менее. Окей, после разговора о билетах давайте перейдем к не менее существенной части бюджета самостоятельного отдыха. Это, конечно же, жилье. И тут также можно не переплачивать. Всегда сравнивайте стоимость у разных сервисов по бронированию отелей. Так вот примерно, как это было с билетами. Информацию по нескольким сервисам собирают специальные сайты-агрегаторы. К примеру, там Room Guru, Hotel Look или Trivago.ru. И если вы все-таки выбрали и забронировали на знакомом букинге, а потом нашли аналогичный вариант по более низкой цене, то сообщите об этом букингу. Если после проверки подтвердится, что у букинга дороже при тех же условиях, вам могут вернуть разницу в цене. Но на этот вариант мы не советуем слишком сильно надеяться. Лучше сразу просмотреть несколько вариантов и найти из них оптимальные. Так вы точно поймете, как вам сэкономить. Участвуйте в системах лояльности и ищите сезонные предложения. Ну вот, например, у букинга это программа лояльности Genius со скидками за бронирование и также дополнительными бонусами. А еще у букинга есть раздел с сезонными предложениями и по ним скидка, между прочим, от 15%. Так, еще один момент. Не ищите рейтинговые отели в центре города и старайтесь рассматривать альтернативы. Виллы, апарт-отели, апартаменты, квартиры, хостелы. Конечно, хостелы не всем подходят, но иногда они очень даже выручают и время там можно весело провести. Ну и, конечно, друзья, бронируйте отель заранее. Безусловно, в условиях пандемии это становится делом неблагодарным, но сейчас многие сервисы позволяют сделать бесплатную отмену без предоплаты. Это, кстати, прекрасная опция вот в наши непредсказуемые времена. В этом плане, кстати, с отдыхом в России проще. Вот, например, в отелях Адлера забронированные и оплаченные в феврале помещения в мае из-за закрытия Турции подорожали в два раза. После билетов и проживания давайте кратко пройдемся по остальным расходам. Как быть с питанием? Ну, дешевле всего, конечно, покупать продукты в супермаркете и готовить самим, но для этого нужна кухня. А более удобный и менее затратный по времени вариант это питаться в кафе или недорогом ресторане, куда ходят местные. Обычно там качественнее и дешевле. Билеты на экскурсии, как с билетами и проживанием, также покупайте заранее на сайте музея или иного туристического объекта. По тем же причинам. Заранее часто дешевле получается, но и также вы, кстати говоря, избежите огромных очередей. Еще можно покупать через местных, потому что обычные билеты для своих получаются дешевле. Лайфхак. В уличных турагентствах и на специальных сайтах, к примеру, Tripster и Sputnik 8, вы тоже заплатите за экскурсии немножко меньше. А если планируете сходить в несколько музеев, лучше покупать музейную карту, чтобы каждый раз отдельно не платить. Схема рабочая. Еще одна важная часть расходов это, конечно, транспорт. Из аэропорта до отеля лучше добираться на общественном транспорте. Например, автобусы из Анталии до Кемера стоят всего лишь 30 лир, 270 рублей. Еще 80-200 рублей потянет автобус от аэропорта до автовокзала. Итого примерно 800 рублей из двоих. Ну, а если вы выберете трансфер через сервис Kiwi Taxi, то вот за такой же комфорт вам придется выложить от 3000 рублей. За такой комфорт. То есть дороже почти в 4 раза у вас получится. Надо ли? Ну, спорно. По городу тоже дешевле передвигаться на общественном транспорте. Например, транспортная карта Стамбула стоит около 60 рублей. С ней можно ездить на любом виде транспорта, включая паром, и даже можно пользоваться общественными туалетами. А если с общественным транспортом сложно, как в Азии, например, то берите на прокат мокпед или другой удобный транспорт. Это удобно и это дешево. Друзья, если вы путешествуете компанией, можно взять машину в аренду, но это не дешевое удовольствие. Сначала надо оформить международные водительские права, а ежедневная аренда обойдется как минимум в 1500 рублей. Вот, например, стоимость машины за сутки аренды на Кипре в начале апреля. Вот таким образом выглядит. Важно понимать, что за любые дополнительные услуги вам тоже придется доплачивать. Это всегда нужно тоже учитывать. Например, детское кресло стоит около 10 евро, помощь на дороге около 5 евро. При аренде машины обращайте внимание, что входит в финальную стоимость. Это может быть значимо. Если вам часто нужен дальше в путешествиях интернет или телефон, лучше приобрести местную сим-карту. Эта услуга тоже не самая дешевая. Например, в Турции минимум 700-1000 рублей это будет стоить. В Италии не меньше 20 евро. Роуминг – это тоже почти всегда затратно, поэтому дешевле и проще, конечно, везде использовать Wi-Fi. Для навигации можно загрузить карты в телефон, например, из сервиса Maps.me. Они могут работать даже без интернета, и это удобно. Ну, я так всегда делаю. Также работают, кстати, и офлайн-переводчики. Ваш гаджет – это действительно прекрасный помощник при путешествиях. Толстый англо-русский словарь с собой таскать не обязательно. Ну вот мы рассмотрели все основные способы уменьшения расходов на отпуск. Теперь давайте немножко поговорим уже про денежные аспекты отпуска. Итак, насущный вопрос перед поездкой за рубеж – это, конечно же, обмен валют. Если вы решили поменять валюту, то я советую найти банк с наиболее выгодным курсом. Путешественники, кстати, с брокерскими счетами, а таких у нас, я думаю, на канале большинство, могут поступить еще проще, и они могут обменять деньги прямо в приложении брокера и потом вывести деньги на свою карту. Обмен валют у вас будет проходить по курсу биржи, который ниже, чем курсы любого банка. Это выгодно. Если карта при этом мультивалютная, это будет сделать еще проще. Просто делаем перевод между счетами и пользуемся нужными деньгами. Ну вот как это делаю я, расскажу. Я пользуюсь дебетовой картой Тинькофф, и как вы видели по моим видео, по инвест-шоу, брокерский счет тоже у меня в Тинькофф есть. Вот я подхожу к банкомату, кладу на карту рубли, тут же пополняю брокерский счет, покупаю валюту по курсу ЦБ и вывожу валюту на мультивалютный счет на карте, который открывается бесплатно в приложении. Вот на данный момент, насколько я знаю, это единственный сервис, через который можно через 5 минут, стоя у банкомата, обменять рубли на доллары по самому выгодному курсу. На дебетовой карте можно иметь хоть сколько вообще мультивалютных счетов для одной карты. И, кстати, снимать наличные можно без комиссии от 3000 рублей в любой стране и банкомате. Классные условия. Друзья, ссылочку на оформление дебетовой карты и брокерского счета в Тинькофф оставлю в описании. Они, кстати, бесплатные. И действует акция, получаете 1000 рублей на счет при совершении покупок на 5000 рублей за месяц. Окей, деньги на карте это хорошо, но наличка тоже может пригодиться, имейте в виду. И также в путешествии может понадобиться и кредитная карта. Ее требуют, например, при онлайн покупке билетов на автобус или особенно часто при аренде машины кредитка пригодится. Но учитывайте, что все кредитки обслуживаются только в рублях, и поэтому будут расходы на конвертацию валюты, то есть обмен рублей на доллары или евро. В плане конвертации за границей выгоднее будет пользоваться мультивалютной картой или отдельной картой в нужной валюте. Ну, а если таких не имеется, то выбирайте между картами виза и мастер-карт, это будет выгоднее. Если вы летите в страну, где оплачивают долларами, то берите виза. Если вы летите в Европу или другую страну с евро, то берите мастер-карт, потому что это основная валюта этой карты. И таким образом вы сможете избежать комиссии при обмене валют при оплате, соответственно. Это важный момент, на который многие не обращают внимания. По поводу денег. Еще стоит упомянуть один важный аспект. При снятии наличных в банкоматах всегда уточняйте и проверяйте размер комиссии. В 99% случаев она будет. Но, ладно, что это мы все с вами про заграницу да про заграницу. В родных пенатах тоже можно прекрасно, а главное и недорого отдохнуть. Сейчас в рамках государственной программы, акции, при путешествиях по России вы можете получить 20% кэшбэк. До 15 июня 2021 года вот эта госпрограмма по возврату части средств действует, если вы деньги потратили на путешествие по России. При этом оплата обязательно должна быть совершена картой МИР, оформленной у одного из банков участников программы и зарегистрированной в программе. Кэшбэк, то есть возврат составит 20%, но не более 20 тысяч рублей. Акция проводится, кстати, уже третий раз и многие ей довольно успешно воспользовались. Но важный нюанс. При участии я рекомендую перепроверить в других источниках стоимость выбранного тура, потому что очень часто просто цена на те же 20% задирается. С подробными условиями и вариантами отдыха можно познакомиться на сайтах приветмир.ру и мирпутешествий.рф. Ну и напоследок, друзья, давайте попробуем самостоятельно придумать себе поездку за границу и сравнить, сколько она будет стоить при покупке готового тура в агентстве и при его самостоятельной организации. Ну вот давайте возьмем довольно доступный сейчас пляжный отдых в Дубае. Ну доступный там не столько по деньгам, сколько по географии. Выделим условия поездки. Тур на двоих взрослых, вылет в начале июня на 7 ночей. Гостиница не брендовая четверка с бассейном и в черте города. Вылет посчитали из регионов, ну вот там, допустим, Екатеринбург и для сравнения вылет еще из Москвы тоже посмотрим. Итак, вот что у нас получилось. Итоговые цифры по всем трем вариантам отдыха. Готовый тур через агентство, бронирование онлайн и также самостоятельное путешествие. Стоимость путевки через агентство мы узнали, позвонив в агентство в Екатеринбурге. Конечно, я уже немножко даже забыла, что турагентства такие вот вообще работают, но они работают. Оказалось, что путевка обойдется в 88-600 тысяч рублей. Потом мы проверили сайты-агрегаторы, самая низкая цена 87-700, это на тысячу дешевле агентства. Этот же тур с вылетом из Москвы, как ни странно, будет дороже, 91-400, обратите внимание на вторую колонку. Как нам объяснили в агентстве, причина в пандемии и в сокращении чартеров. Но когда откроется Турция и Екипет, по которым намного больше чартеров, то из Москвы должно быть в теории дешевле. То есть информация, что в агентствах дороже, чем онлайн, подтвердилась. Нам повезло, что разница оказалась всего лишь в тысячу рублей. А вот правило выгодного такого вылета из Москвы работает не всегда. Ну, а еще мы, кстати, убедились, что туроператор постоянно меняет цены. Наш тур из Екатеринбурга только на одну ночь больше. Сначала стоил 86 тысяч, а на следующий день подорожал уже на 7 тысяч. Но прежде чем покупать тур, советую проверить его стоимость на сайте самого агрегатора. Это будет полезно. Друзья, вторая часть эксперимента – рассчитать бюджет самостоятельного перелета и бронирования этого же отеля. Также возьмем вылеты из Екатеринбурга и из Москвы. Вариант с Екатеринбургом. Самые дешевые билеты с багажом 23 килограмма на каждого и с пересадкой в Москве 5 часов. Получились они почти 70 тысяч за двоих. Возврат и обмен только с доплатой. Даты вылета мы выбирали, исходя из цен на билеты. 7 июня туда и 15 обратно. Проживание в отеле за 7 ночей с питанием, как в туре, обойдется нам в 36 тысяч 880 рублей. Плюс 10400 – это обязательные налоги и сборы. Итого 47,280. Вместе с билетами получилось 116,500. Давайте снова обратимся к нашей табличке. Можно заметить, что это почти на 28 тысяч дороже по сравнению с туром от агентства. Причем количество ночей одинаково. При вылете в Дубай из Москвы цены такие. Перелет за двоих с багажом и с доплатой за возврат и обмен билетов 66,500. Даты рейсов 11 и 19 июня, то есть 9 дней и 8 ночей. Стоимость отеля с завтраком и ужином всеми налогами 55 тысяч. Итого почти 122 тысячи рублей. И это дороже. Туры через агентство на 30 тысяч 500. И самое интересное. Через пару дней менеджер прислал нам очень дешевое предложение в этот же отель, только другая дата вылета и меньше на одну ночь. Разница с первоначальной ценой 25 тысяч. И как объяснили в агентство, такие цены бывают, если на рейсы недостаточно туристов. Также для сравнения, при самостоятельном отдыхе мы посчитали отдельные апартаменты вместо отеля. Это аналог квартир, которые сдаются на длительный и короткий срок. Жилье искали в том же районе, где находится наш отель. И проживание тоже 7 ночей, как один из вариантов по отелю. Ну и вот в итоге стоимость апартаментов получилась 31 тысяча рублей со всеми налогами и сборами. Это дешевле отеля на 16 300, но в отеле еще учтено двухразовое питание. При средних затратах в день на питание 2000 рублей за двоих, цена апартаментов будет равна отелю. Конечно, можно готовить в апартаментах самим, это будет дешевле, но с другой стороны это потребует много времени и усилий. Я, честно говоря, вот немножко такого личного, не фанат такой готовки в отпуске, да и честно скажу, вообще. Еще один вариант, номер в апарт-отеле, это что-то среднее между гостиницей и апартаментами. В номере там есть кухня, а по обслуживанию и помещениям это похоже на отель. Самый дешевый вариант без предоплаты получился 25 300. И сюда включен еще завтрак и трансфер от и до аэропорта. По цене это сопоставимо с ценой нашего отеля, если брать только завтраки. Ну что, друзья, к каким выводам мы можем прийти после нашего сегодняшнего анализа? В условиях пандемии путешествовать самостоятельно оказывается невыгодно, хотя и раньше в большинстве случаев это было дороже, чем с агентством. Но мы говорим про короткий отпуск в пределах одной-двух недель. И если лететь на месяц или больше, конечно, лучше все покупать самим, это будет выгоднее. На короткий срок, ну вот мы видим примеры. Покупка тура в агентстве экономит в целом время и силы. И при заказе тура вы получаете полный комплект услуг, о которых вам вообще не нужно заботиться. Вы покупаете не только билеты в отель, но и включенную в стоимость страховку, групповой трансфер и неземное обслуживание и, соответственно, поддержку турагента. Кому какой вариант ближе, сложно сказать. Кто-то привык ездить сам и любит приключения, какие-то непредсказуемые события. Мне это на самом деле доставляет огромное удовольствие. Но у кого-то нет времени на поиски, хочется спокойного отдыха через агентство. У кого-то там несколько детей под мышкой, тоже как бы приключения не очень заходят. Выбирая агентство, получаешь все готовое, не зависишь от туроператора, бронируя самостоятельно, ты более свободен в выборе даты отеля, но в чем-то придется ужиматься. Но в любом случае, планируя отдых, думайте не только об экономии, но и о том, чтобы отдых получился запоминающимся и интересным. Ну что, дорогие друзья, на этом у меня сегодня все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, планируете ли вы отправиться в отпуск этим летом и какие направления вы для себя выбрали за границей Россия и каким образом вы будете путешествовать. Расскажите, ну и если не секрет, расскажите, как планируете бюджет на путешествие, как экономите, какими лайфхаками пользуетесь. Это все будет невероятно полезно. Жду ваших рассказов в комментариях и с удовольствием все прочитаю. Ставьте лайк под видео, если понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Все полезные ссылочки, в том числе на Тиньковские сервисы, вы найдете в описании к этому видео.